Веронике Скакун 21 год. В прошлом году она переболела коронавирусом в легкой форме, но симптомы и ощущения были далеко не такими, как при обычном гриппе. После выздоровления состояние девушки в норму пришло не сразу. Восстанавливаться пришлось еще полгода. Была сильная температура, ломило тело, запахи, вкусы, ничего не чувствовала. Это, наверное, самое тяжелое было. Заболеть повторно вообще не хотелось бы, потому что это очень тяжело, к тому же новый штамм. Я думаю, что нужно серьезно подходить к вакцинации, потому что сейчас очень важен коллективный иммунитет. Индийский штамм коронавируса все чаще доводит молодых людей до реанимации. Вирус мутировал и теперь даже молодой организм перед ним уязвим. У нас все больше молодых людей на койках. Один пациент, 30-летний, с бузлука, который уже месяц находится в реанимационном отделении. Прошел все возможные варианты респираторной поддержки и кислород на высоком потоке. Нельзя так легкомысленно относиться к своему здоровью. Это не та история, где надо играть в русскую рулетку и надеяться на молодой возраст. Исполняющие обязанности ковидного госпиталя на базе ОКБ номер 2 отмещают, что молодые пациенты болеют крайне тяжело. С острой дыхательной недостаточностью, кислородной зависимостью и тяжело поддаются лечению. Несмотря на рост статистики заболеваемости, большинство молодых людей не боятся коронавируса. Считаю, что инфекция опасна только для пожилых людей. Я изначально не боялась заразиться. Не потому, что у меня там иммунитет какой. Любой человек, либо он уже переболел, либо переболеет. С момента появления коронавируса у меня не было абсолютно никаких симптомов. И поэтому я как-то особо, как будто бы даже и не верю в него. Всегда стоит нести ответственности молодежи и пожилым. Мы все ответственны за что вокруг нас происходит. Старики вскоре становятся слабыми и надо как-то помогать. Я боюсь заболеть. Я привилась. Соблюдаем все меры приосторожности. Мы не знаем, что в этих прививках. К примеру, сейчас ходят слухи, и даже это на самом деле есть. Это подтвержденная информация, что монетки прилипают к этим прививкам. Заболеваемость среди жителей региона в целом за последние три месяца выросла в пять раз. С 60 до 300 заболевших ежесуточно. Министр здравоохранения Татьяна Савинова бьет тревогу. Ведь если от прошлогоднего штамма от одного человека могло заразиться 25% контактирующих, то от дельты все 100%. В Оренбургскую областную клиническую больницу номер 2 каждый день поступает от 30 до 60 пациентов с 50% поражением легких. Отметим, что с нового учебного года к работе в образовательных учреждениях могут допустить не всех. В Орске работать смогут только вакцинированные учителя. Будет ли данное условие вводиться и в других муниципалитетах и Оренбурге пока неизвестно. Ванесса Петерс, Максим Мораль, Городской телеканал ЮТВ.